Друзья, сейчас, собственно, Соня Лупинина. Соня Лупинина у нас на связи. Она, между прочим, с интересной информацией. Доброе утро, Соня. Доброе утро. Доброе утро. Еще раз, дорогие зрители, как и обещала, расскажу вам о уникальном случае в нашем городе, о купеле, который построили жители. Напоминаю, что сегодня праздник Крещения, о котором мы весь день говорим в эфире. И, поверю, вся вода во всех водоемах мира в этот день становится святой. И во всех океанах, даже вода, которая идет у вас из-под крана. И, конечно, есть такая традиция окунаться в купель в эту ночь. Но, напоминаю, из-за ограничений, связанных с пандемией, в этом году от этого решено отказаться. Потому что не совсем правильно собираться всем толпиться в одном месте. Плюс там кабинки для переодевания. Все люди всегда очень плотно друг к другу. В этом году это, конечно, недопустимо. Поэтому церковь приглашает всех приходить за святой водой. И просто помнить об этом дне. Но вот в одном из красноярских дворов есть традиция. Уже не первый год устанавливают купель прямо во дворе. Здесь сюда приходят все местные жители. Но не допускается... Ой, вот видите, прямо сейчас происходит монтаж. Но не допускается сильного скопления людей. И окунаться сюда не поспределет батюшка. Он светит воду. Будет также здесь для всех бабушек, которые живут недалеко. Не нужно далеко идти и где-то в более людные места перемещаться. Они здесь получат свою святую воду. И несколько человек даже окунутся. Доброе утро, Станислав. Слушай, раз. Так, вы тут что-то делаете? Мы вот к вашему другу Евгению подойдем. Ладно, пока он нам обещал все рассказать. Евгений, доброе утро. Доброе. Проконсультируйте нас. Просто расскажите, что это такое бочка. Это, как я понимаю, из которой... Это емкость для святой воды, которую батюшка ее крестит. И мы будем разливать бабушкам, соседям нашим. Хорошо. А сама купель из чего состоит? Давайте к ней поближе подойдем. Купель состоит из поддонов стандартных. И сделан внутри, сделан чехол из баннера, водонепроницаемый. Как себя в прошлом году показала купель? Хорошо не протекает? Ну, в прошлом году это был, скажем, экспериментальный вариант. Он пробегал, а это должна не дать печи. Скажите, сколько времени ушло на построение всей этой конструкции? Ну, саму конструкцию, каркас мы сделали еще по осени, когда тепло было. Сам чехол мы делали в течение четырех часов. Ну, и вчера мы его смонтировали. Сейчас смонтировали лестницу и будем наливать воду. Ну, если в общей сложности, ну, день. Раскрыто, что вас мотивирует вот так перед началом рабочего дня пораньше вставать и мастерить это на благо всего двора? Привычка. Что-что? Привычка. Привычка и добрая помощь. Да. Отлично. Спасибо вам большое. Не будем вас больше отвлекать. Дрители, вы все рассмотрели. Посмотрите, пожалуйста, лестница, какая все отшлифована. Очень замечательно. И вот такие добрые инициативы, которые сплочают всех жителей, мне лично очень нравятся. Поэтому можете вдохновляться, брать примеры. Но помните, что все это должно быть под контролем. И не допускайте все-таки очень большого скопления людей. Напоминаю, по поверью, вся вода в мире становится святой. Поэтому даже если вы просто примете ванну, как в телезрителе нам звонят, говорят, это тоже сегодня уже будет хорошо. Что-то еще раз. Что-то еще раз.